Добрый день, дорогие друзья! Сегодня о том, как работают и как не работают наши правоохранительные органы, просто статья, мимо которой пройти невозможно. 12 килограмм чистого героина так и не доехали до генералитета МВД, потому что курьер оказался бакланом и лошарой. Я буду зачитывать, вот как написала русская пресса. Оперуполномоченный полиции Исигепов Нурлан Галимканович, 88-го года рождения, мой, кстати, ровесник, которого послали за закладкой на 140 миллионов рублей. Тупо спалился. О том, как подчиненные министра МВД Владимира Колокольцева банчат наркотой в охренительных размерах, мы сейчас и расскажем. Это восторг, это в самом деле очень мощная статья. 12 килограммов чистого героина, вы только вдумайтесь, не 400 кило аргентинского кокса, конечно, но тоже красиво. Думаете, мента-барыгу с этим мешком на 120 тысяч стандартных доз для челябинских торчков выследили в результате тщательной подготовки? Это очень большая партия, друзья. Вы должны понимать, эти люди всерьез, напрямую ответственны за вымирание нашей страны. Это самая откровенная наркомафия. Это отвратительное преступление. Но даже оно становится в российских реалиях анекдотом. Сотрудники наркоконтроля действительно знали о том, что в городе гуляют крупные героиновые партии и пытались их найти. Но серьезных зацепок не было. А и Сергепова взяли совершенно случайно благодаря обычным ДПСникам. Смешно, но дело было так. Наряд ДПС, выезжируя по Калининскому району Челябинска, заметили граждан, что-то закапывающих на улице наркомана Малышева. Что-то закапывающих на улице наркома Малышева. Смело так и тупо копали, даже не оглядываясь. Когда закапыватели свалили, ДПСники решили проверить, что там, и обалдели. Связались с управлением наркоконтроля, а те, выехав на место и оценив объем неизвестного вещества, вызвали отряд специального назначения Гром, который и устроил засаду. Молодцы, что отработали. Чести мы хвалаем. Не стали пытаться это как-то припрятать, чтобы потом самим перепродать. Нет, честные менты, молодцы. Хвалю, уважаю. Закладка была такой крупной, что силовики ожидали даже нескольких драггилеров. И каково же было удивление полицейских, когда за героином на 140 миллионов подвалил вот этот хрупкий паренек, что на фото, их коллега. Нурлан Исергепов, подчиненный начальнику управления МВД России по Челябинску полковника Сергея Миронова. А теперь внимание. Этот товарищ занимает должность начальника ОБЭП. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями по металлургическому району уже находился в разработке у наркополицейских. И об этом был в курсе отдел собственной безопасности ГУ МВД региона. Но это не помешало Сергею Миронову перетащить Исергепова к себе в городское управление МВД. То есть человек, который уже был замечен в связях с наркотой, с наркоторговлей, уже был на карандаше. Зачем-то полковник взял его к себе в главк. Это как минимум подозрительно. Исергепов, человек Миронова, и этим все сказано. А теперь главный вопрос. Чей это был героин? Наивняк думает, что эти 12 кило собственность оперативника Исергепова. И этот товарищ не так давно выставлял на Авито объявление о продаже всякой дешевой, подержанной фигни. Топливный насос от Ауди А6 за 3000 рублей, автомагнитола от Вольксваген Джетта за 1500 рублей, фары от Ауди А6 за 7000 рублей и так далее. Понятно, что человек, который продает на Авито магнитолу за полторы штуки, вряд ли является владельцем 140-миллионной героиновой нычки. С такими капиталами сломанные ташки можно на помойки бросать, не обиднеешь. Выводы очевидные. А потом мы удивляемся, откуда у полковника Захарченко квартира с кэшем. Пацаны просто умеют делать бизнес. Я напомню, у нас два рекордсмена по конфискациям на данный момент. Это полковники Захарченко и Черкалин. Депутату, которого отжали 38 миллиардов немножко не в счет, все-таки это его активы, а не собственно финансовые ресурсы. Это его компания. Компания перешла в собственность государства, потому что была неправильно приватизирована. Неправильные документы были оформлены. А вот полковники Захарченко и Черкалин соответственно 9,12 миллиардов в рублях, в долларах, в евро, в юанях, в золоте, на банковских счетах, в квартирах. Вот это все богатство. Один полковник ФСБ, второй полковник МВД. Вот откуда у них такие состояния. Не только потому, что они крышуют банкиров. Они впрямую убивают наш народ. Они являются распространителями наркотиков. Они не просто их кому-то куда-то передают, они организуют целые схемы распространения наркотиков. Они просто даже не крышуют этот бизнес, они им руководят. И ведь мы понимаем, что Исергепов запалил только одну из многочисленных закладок на общую сумму в миллиарды рублей. Нормальный бизнес устроил полковник Миронов, как подозревает русская пресса, на территории города Миллионника. Ну и без заноса в областной ГУ МВД за крышу, конечно, не обошлось. Но то, что этот парень поперся лично забирать 12 кило героина, будучи под подозрением у наркоконтроля, говорит о том, что полицейские и наркобароны уже совсем берега попутали. Оборзели от безнаказанности в край. Вот как 90-е, с чем Путин, как говорится, взял страну, и с чем Путин страну оставляет одно и то же. Был определенный период рассвета, в начале нулевых, и Путину было большое доверие, и система как-то подзачистилась, как-то все стало стабильно, много нефтедолларов пришло в наш бюджет, в нашу казну. Но чем дальше, тем хуже, хуже и хуже. И вот сейчас мы снова постоянно слышим о каких-то терактах, готовившихся или произошедших, и на Кавказе все время. Откуда ни возьмись опять террористы выросли. Откуда же они там берутся, если с ними Путин столько лет назад покончил. Вот наркоторговля опять встает в полный рост. Под прикрытием, как предполагают журналисты, и небезосновательно, самого Министерства внутренних дел. Думаете, ГОИ МВД по Челябинской области, который возглавляет любитель дорогих часов, генерал-лейтенант Андрей Сергеев, уже собрали пресс-конференцию, рапортовали о задержании оборотня в погонах с мешком героина. Ага, сейчас. На главной странице официального сайта МВД по региону сообщается, что гайцы, то есть ДПСники, из Южноуральска вытащили из сугробы юных хоккеистов. Новость дня. На том же сайте чередой идут рапорты о работе наркоконтроля. Как навели Шухер в Притоне с торчками, да как Школоте рассказали о вреде косяков. А вот о том, как за булки поймали своего же сотрудника, они писать что-то не торопятся. Наши источники сообщают, что полковник Миронов активизировался и пытается вытащить задержанного из Сергепова, а дело представить как срыв операции. Возьмут какого-нибудь барыгу и сделают его терпилой, а барыгу в погонах еще и медалью наградят. Друзья, как вам эта история? Напишите в комментариях. А мы сейчас рассмотрим несколько других замечательных примеров работы наших сил правопорядка. Знаменитая история. За нереагирование сидеть будем все. Полицейским из Кемерово, проигнорировавшим вызов, ужесточат обвинения. Самому убийце, кстати, не ужесточат. Суд вернул в прокуратуру дело полицейских, чтобы обвинения переквалифицировали на более тяжкое и по делам. Халатность. Повлекшую по неосторожности смерть человека. Из-за того, что дежурные проигнорировали семь звонков соседей, заявлявших о воплях из-за стены, Кемеровчанку Веру Пехтелеву замучили до смерти. Соседям в итоге удалось вскрыть дверь квартиры, но было поздно. Они нашли труп девушки. На этот звонок дежурному уже пришлось отреагировать. Короче, драка была в квартире, кричит женщина, а сейчас труп. За нереагирование сидеть будем все. Резюмировал дежуривший в тот день майор Михаил Балашов и направил на место сразу несколько экипажей. Россияне требовали переквалифицировать дело убийцы на убийство, совершенное с особой жестокостью, Но никаких результатов это не принесло. Я уверен, вы уже слушали об этой истории. Мне, честно говоря, тяжело рассказывать о таком. Это как-то слишком. В квартире девушку несколько часов фактически пытал сожитель. В итоге, несмотря на то, что соседи дозвонились несколько раз, семь раз они дозвонились в полицию, Полиция не приехала. Пока девушка не была окончательно убита, это происходило уже под утро, То есть всю ночь это продолжалось, соседи звонили, звонили, звонили. Что в этот момент думал себе оперативник, дежурные вообще полицейские, Что там происходило, мне сложно вообще представить. Что у них просто семейные разборки, женщина типа поорет да успокоится. То есть вот я себе представляю, да, не дай бог, там в мою квартиру вломятся какие-то грабители. Мы будем орать, звать на помощь, что вот соседи, например, вызовут наряд. А они там скажут, ой, да наверное у них там просто телевизор громко работает. Кто нас бережет? Понятно, что полиция это немножко не то наименование, которое должно беречь граждан. Милиция бережет народ, полиция немножко по другой части. И все-таки у нас вообще есть правоохранители. Вот предыдущий первый сюжет, он четко показывает, Что есть организованная преступная группировка, в том числе с людьми из погонов, Которая занимается распространением реализации наркотиков. В нее, судя по всему, входит некто Миронов и некто Исергепов в Челябинске. А есть нормальные люди, кто взяли и арестовали их. Наркоконтроль, ДПСники. Ни первые, ни вторые, ни ДПСники, ни наркоконтроль. Они не стали забирать этот героин, чтобы потом отлично заработать. Наверняка они получат скромную премию. Ну сколько им дадут? Ну дай бог, если 50 тысяч каждый получит премии за сверхбольшую партию особо опасного наркотика. Это прям чудо будет. По 50 тысяч рублей на нос получить. А тут они могли миллионы заработать. Но они честно работают. А вот это как назвать? Хорошо, что им переквалифицировали уголовное дело на более тяжкое. Хорошо, правильно. Но вопрос должен стоять по-другому. А как часто такие случаи, о которых мы не знаем просто потому, что о них не написали журналисты, о них не стало известно широкой общественности. Сколько таких ситуаций происходит по всей стране? Просто страшно, друзья. Просто страшно. Сколько наркотиков по таким же схемам распространяется? Сколько людей убивают, насилуют, грабят? А наряд не выезжает. Чем они там занимались? И скорее всего, опять же, это происходит по всей стране. Сразу вспоминается история банды цапков, когда на Кубани в Краснодарском крае они развернули огромную деятельность. У них была крыша, люди в погонах, люди в мантиях, десятки убитых, огромное количество пострадавших, огромное. Все, там несколько населенных пунктов, целый район были под их пятой, были фактически на рабском положении. И все было шито-крыто. Абсолютно никакой реакции от правоохранительных органов. А куда пожалуешься? Больше уже жаловаться не сможешь, не сможешь ни ходить, ни есть, ни пить, ни говорить. Просто убирают как неудобного человека. А сколько таких кущевок есть сейчас, сегодня, о которых мы даже не знаем? База приводит замечательные кадры, снятые внутри камерой видеонаблюдения. В российском городе Шлиссельбурге сегодня устроили пятиминутку девяностых. В местное кафе ворвались вооруженные люди, устроили перестрелку. Один человек погиб. Убитый 39-летний Габил Рашидов. Интересно, что, судя по кадрам из заведения, чуть ли не у каждого посетителя было с собой оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело, убийц пока не задержали. Ничего себе. У нас перестрелки. Происходит средь бела дня. Убивают людей. И при этом оружие оказывается у чуть ли не всех посетителей кафе. А у нас что в стране происходит? Владимир Владимирович, как там насчет борьбы с преступностью? С терроризмом? Вы сейчас опять будете выступать и рассказывать о том, что вот именно сейчас важно, важнее всего, важнее всего прочего побороться с ними? Они при вас воспитаны. При вас они развернули свою преступную деятельность и активность. Может быть, вы в отставку все-таки уже уйдете? Может быть, какие-то другие политики возьмутся за дело, и у них лучше получится, чем у вас? Результаты за 21 год правления какие-то не очень. А эти кадры вызывают улыбку. Семейство цыган занимается очень интересным делом. Ведь они додумались, они это транслируют на стриме. они украли провода линии электропередач целого района. Они из них извлекают цветной металл, извлекают медь. Этим занимается, видите, вся семья, несколько мужчин, женщин в возрасте. Отделяют медь от оболочки. На всем этом они собираются хорошенько заработать. И они это выложили в интернет, в прямом эфире. В поисках халявного заработка семья цыган оставила без света целый квартал. Чего-чего предпринимательской жилке у них не отнять. Эта семья из Тюмени срезала несколько сотен метров медного кабеля, оставив в потемках целый квартал. К слову, бизнесмены решили заработать не только денег, но и подписчиков, и транслировать весь процесс добычи цвет мета в ТикТок. А смотрят его, к сожалению или счастью, не только шоколота, но и полиция. Друзья, вновь и вновь говорю и повторяю, нам предстоит не просто Путина поменять на кого-то другого, нам предстоит заново отстраивать нашу страну с нуля. У нас все развалено. Медицины нет, образования нет, ни школьного, ни высшего дорог нет, промышленности нет, сельского хозяйства нет. у нас куда ни глянь, и в том числе, что касается работы силовых структур, полиции, следствия, прокуратуры, судов, очень все плохо, друзья мои. Нам с вами предстоит, вам, моим зрителям, предстоит брать на себя эту обязанность. У нас, не знаю, будет народное ополчение, народные дружинники, народная милиция. Я не знаю, как нам нужно реформировать эти системы, но факт. Большая часть людей, кто сейчас занимает эти должности, ну не знаю, больше, не больше, значительная часть людей потеряет свои погоны, они сами пойдут под суд, они ответят за свои преступления, за то, что они творили на этих должностях. Соответственно, кто-то должен будет их заменить, стать присяжными заседателями. Ни копейки вы за это не будете получать, а будете работать. И так во многих сферах жизни нам придется вкладывать свои силы, время, таланты. Где-то можно будет сделать карьеру, где-то просто вложиться в наше общее будущее. Настраивайтесь, готовьтесь. Уже сейчас я призываю всех, у кого есть возможность, готовьтесь, становитесь наблюдателями на выборах. У нас через полгода выборы в Госдуму. Борьба будет нешуточная. Посмотрите, кто в вашем регионе уже сейчас открыты наборы на наблюдателей. От КПРФ, от Левого фронта, от многих других движений, объединений. Участвуйте, вкладывайте, это наше будущее. Надо привыкнуть быть активным. Новая норма жизни, постоянное участие в общественных процессах. Вместе мы сила, вместе мы прорвемся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова